Разве мытье кистей рук является обязательным, и случай оставления мытья рук омовения является ли недействительным? Здесь необходимо разъяснить. Если речь идет о мытье кистей рук, в начале омовения, перед полосканием носа и рта, то это является желательным действием. Даже если человек набрал в руки воду или из-под крана, сразу начал полоскать рот и нос, затем лицо, а затем полностью руки, но не мыл в начале кисти рук, то его омовение является правильным. Но разберем другой пример. Если человек помыл в начале кисти рук, затем проплоскал рот и нос, затем лицо, а далее помыл руки, только захватив запястье и предплечье до локтя, но при этом не помыл кисти рук, то его омовение является недействительным. Потому что мытье рук полностью, начиная от кисти, все предплечье и локоть, это столб омовения. Сказал Всевышний, о вы, которые уверовали, когда встаете на молитву, то омывайте ваши лица и руки до локтей, то есть он оставляет столб омовения. Поэтому мытье кистей рук в начале это суна, а мытье рук после лица это столб. Итог, если оставил мытье рук в начале омовения, будь то преднамеренно или по забывчивости, то его омовение действительно, а если же оставляет омовение рук после лица, то его омовение является недействительным. Продолжение следует...